Всем доброго времени суток, ребят, с вами Жанин Си, и добро пожаловать в 21-ую часть мосплея по Майнкрафту. Вы, наверное, сейчас спросите, о, господи, где же ты, почему ты не в своём домике, почему ты не стряжёшь овец, как 10 частей до этого подряд. Дело в том, что сейчас я нахожусь, значит, в корабле. Да, именно в том корабле, который я обещал построить уже 10 частей подряд, никак у меня рук не доходили, но вот, вот теперь он построен. Я знаю, что вы мне никогда в жизни не поверите, что я построил весь такой огромный корабль сам, ну, это правда, я его строил не сам, я запустил серый, о, чёрт, я застрел между сундуков, и мы с друзьями, значит, вместе его построили. То есть, и даже саму задумку корабля мы не сами делали, то есть, выглядит всё вроде бы как круто, но само то, что мы вроде как не всё сами придумали, мы нашли макея, что-то добавили, что-то убрали, и, в общем, вот что получилось. Сейчас мы прогуляемся с вами по кораблю, так, здесь у меня спуск вниз, вниз, здесь вот спят все-все дела. Там вот у меня выход, то есть, моей рельсной дороги, где она, вот, мы на ней тоже прокатимся. Паруса, 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 вот жалко, жалко, что корабли не могут плавать, то есть, лодки маленькие, да, но вот чтобы этот огромный корабль начал плыть, это было бы так шикарно, ребят, то есть, мы могли бы путешествовать на таком огромезном корабле, вот это было бы так здорово, просто как, как, не знаю, как. Так, что я хотел, я хотел вам полностью показать кораблю, вот здесь у меня спуск вниз, так, тут такой, типа, мини-бар, я не знаю, как правильно его называть, с раздаточками, заходим, берёмся, всё, что хотим, правда, там ещё пока нет, и вот моё одно из любимых зданий, здание с пушками. Я знаю, что пушки можно было сделать как-то более реалистично, не из шерсти, но можно было подсоединить там редстоун, чтобы они реально стреляли динамитом, но это очень тяжело, и я не очень в этом разбираюсь, как это всё строить. Вот ещё одна комнатка такая скрытая, потому что, ну, потому что она скрытая, каюта капитана, я её назвал, правда, я здесь ещё ничего не обустроил, но запомните, это каюта капитана, всё, здесь буду жить я, так как я капитан. Осталось только набрать на борт людей, которых, увы, в Майнкрафте нет, ну, ничего страшного, у нас на борту будет куча собак, собак у меня хватает, хватает, я могу сюда ещё кучу овец привезти или куриц, ну, ладно, корабль я вам показал, попозже я, наверное, сейв мира скину, уже тут достаточно всяких вкусностей, чтобы вы здесь поиграли, посмотрели, что да как. Ну, и самое время вернуться к моему хозяйству, там мои уже курочки, мои уже овцы, собачки уже, наверное, с голоду помирают, пока мы с ребятами строили этот корабль громезный. Так что, время возвращаться, время возвращаться, нужно ещё придумать имя этому кораблю, не знаю, как его назвать, пишите, ребят, если хотите, я как-нибудь, придумайте что-нибудь клёвенькое и мы назовём, как вы скажете. Так, что тут, вагонетки, и погнали, погнали обратно к моему, к моему основному домику, где есть, хотя можно жить и в этом корабле, да вы просто посмотрите на него, в нём грех не жить, огромный, вон, собачка, привет, огромный красивый корабль, просто шик. Так, я тут ещё отстроил немножко, вот, вот видите здесь, потому что я один раз чуть не умер, когда с вагонетки вылез, так, теперь мы едем домой, оп, всё-таки клёвая эта штука с... с воздушными рельсами, передвигаться очень просто, сложно было строить снизу корабль, вот видите, там где, то есть нужно было составлять блоками, всё это выравнивать, это было реально сложно, а в целом, в общем-то, по макету было строить не очень тяжело. Так, хорошо, сейчас мы всех покормим, перекормим, всё-таки я очень доволен, что я сделал этот корабль, сейчас у меня в планах, смотрите, сколько у меня здесь животных, с ними не соскучишься, куча, куча всяких... 8 яиц, уже 12, здорово, куча, куча всяких животных, столько-столько у меня живности здесь, прям, не знаю, надо будет скоро курица переносить сюда, потому что здесь небольшое количество куриц, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, пять куриц, а здесь уже, смотрите, сколько они уже не вмещаются скоро. Так, ладно, пойдём пострижём овечек, которых уже тоже большое количество, пшеницы у меня есть, мы их покормим сейчас сразу сюда, давайте все, ты тоже сюда, давай я тебя покормим, хоть ты и не достаёшь. Чё-то некоторые овечки прячутся, некоторые не прячутся, какие-то с шейдерами, они сверх белые, у меня аж глаза выпадают. Так, значит, что там? Кстати, ребятки мне сказали, что можно кормить зомби, можно кормить собак, то есть волков, собак, кожей зомби, которые у меня гнилой плотью, которые у меня очень много. Смотри, как они сразу посмотрели. Ну-ка, кормим, кормим, сейчас мы их поднимаем. Отлично, маленькая собачка. Так, ты тоже хочешь гнилой плоти? Я же знаю, ты хочешь. А где, у меня должна быть ещё одна собака? А, ещё одна вот там, вот сверху, чёрт. Ладно, мы просто тебя покормим, так смотрю, голову свернул, аж прям хочется тебя покормить. Так, ну и что дальше делаем? Ну вот, вот в этом минус, то есть то, что я вроде вам строю, показываю, но дальше что делать, совсем не могу понять. То есть, я вам показал, как мы с ребятами построили корабль, рассказал, и так, все сидеть, все сидеть, все сидеть, и ты сидеть. Маленькая такая, блин, тело и огромная голова. Мы тут во время постройки, мы же не только всё время корабль строили, ходили и ресурсы тоже собирали, вот, ферму пересаживали. Скучно вот долго-долго строить такой огромный корабль, так что мы лазили тут, осматривались ребята что-то как. Так, ну хорошо, тогда думаю стоит выбрать какое-нибудь место для постройки арены. Помните, в старой, на прошлом канале, в моем старом летсплее у меня была арена, в которой я нажимал на рычаг, и, значит, с маленького тёмного местечка, там спаунились мобы, ну, логично, тёмное место, спаунились мобы, и, значит, они выходили и нападали на голема, которого я сделал. Вам это нравилось, я помню, ну, если, конечно, с того канала ещё остались подписчики. То есть, голем нападал на монстры, я хочу сделать то же самое, вот, один в один просто. Только нужно найти такое какое-нибудь клёвое место, где-нибудь, может, вот здесь вот все деревья посрубовать, выровнять и сделать арену, чтобы она клёво работала со стёклами, как в прошлый раз. То есть, я уже не помню, как я к тому редстоун подключал, но в целом у нас всё должно получиться. Смотрите, сколько у нас уже всякого, сколько у нас всяких вкусностей в нашем мире, это просто огромное количество всего, как же это здорово. Господи, тут на улице такая жара, ребят, вот сейчас, наверное, самое такое жаркое время, то есть, даже с открытым окном, это просто ужас. Надо на море почаще ходить. Сочувствую тем, у кого такая жара и рядом нет моря, какой-нибудь речки, я не знаю, лимана, что угодно. Достроил корабль, а к маяку ещё даже не притрагивался. Вот обещал я, что сделаю маяк в виде дерева, а похоже, что это просто коробка. Ну, внутри она выглядит красивее, красивее. Не знаю я, что делать, вот честно. Ходить, кормить всё время всех, это как-то не очень, по-моему, интересно. Ну, в принципе, можно. Чтобы время потянуть. Нужно сделать ещё грибную ферму. Вот посмотрел на грибы, почему бы и нет. Грибная ферма, это здорово. Ладно, зачем я сюда пришёл? Хорошо, прокатимся, прокатимся обратно. Что ж такое? Уже темнеет, да, нет? Если темнеет, то мы пойдём поспим на корабле, потому что я хочу... Хочу поспать на корабле. Нет, ещё не темнеет. Так. Там вагонетка у меня есть. У меня с собой всегда будет вагонетка, на которой лично я катаюсь. Всё, погнали. Поехали. Не, ну, очень клёво выглядит корабль. Я думаю, вы со мной согласитесь. То есть, мы с ребятами не зря старались. Класс, 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 класс. Столько всего вообще. Можно будет потом попозже обратно сходить в ад. То есть... Кстати, я ходил в ад для постройки корабля. Немножко. То есть, нужно было светопыль добыть. Там снизу у меня... Где вход до каюты этого... До моей каюты. Там маленький вход, он с светопылью освещен. Динамит ещё было немного напряжено сделать. Но мы справились. Мы долгое время ходили, всё это делали. Но получилось здорово. Я думаю, вы не сможете со мной не согласиться. Получилось здорово. Спорить нечего. Я ещё, знаете, что подумал сделать? Конечно, это тяжело. Но я думаю, что стоит... Может быть, с подводного мира... То есть, сейчас мы спустимся, чтобы я вам наглядно показал. С подводного мира сделать вот-вот отсюда, вот-вот так вот, кругами, со стекла вход до корабля. То есть, чтобы можно было под водой пройти до корабля. То есть, это тоже, мне кажется, здорово будет выглядеть. То есть... Всё круто. Столько мыслей, а осуществлять я ничего не могу. Так, толку он что-то в этот раз поднимается. Ну, у меня должно хватить... Да-да-да, вот, с последних двух бульбышек, я не знаю, как их правильно назвать, как раз хватает. Ну, ладно, ребят, я вам показал корабль. Что делать, я пока ещё не знаю. В следующей части я обязательно придумаю. Может, я начну строить арену. То есть, вместе с вами, чтобы я не строил, а потом показывал, чтобы я строил, как бы, в лайв-режиме, можно сказать. Ну, и на этом мы заканчиваем, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейн Си. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и всё. И, как всегда, пока, ребят. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok